Заболели, а лечить некому. С такой ситуацией столкнулись жители поселка Летний отдых. В местном филиале Голицынской поликлиники уже третий месяц отсутствует терапевт и медсестра. По решению главврача их перевели в другое отделение, а замену не нашли в силу нехватки персонала. Это стало большой проблемой для пациентов пожилого возраста. Помощь медиков очень нужна, таким как я, потому что невозможно в Голицыно ехать, это значит нужно платить деньги за пенсии наши небольшие. Мы очень просим, чтобы наши пенсионеры могли прийти, сделать здесь укол. Пускай к нам придет врач на два дня, но чтобы медсестра была все пять дней. За долгие годы, как бы амбулатория у нас существует с 60-го года, здесь всегда был терапевт, то есть люди к этому привыкли. В отделении также не делают прививки, хотя прививочный кабинет имеется и даже лицензия на него есть, но нет разрешения на прививочную деятельность у медперсонала. Это вынуждает жителей обращаться в другие лечебные учреждения, что влечет для них дополнительные траты сил, времени и денег. Чтобы сделать прививку, надо поехать в Голицынскую поликлинику, записаться там к терапевту, поскольку терапевта сейчас нет здесь, чтобы он посмотрел. Потом вернуться за карточкой, с карточкой прийти записаться на прививку. И не факт, что будет в этот момент тот нужный препарат, которым надо сделать прививку. Значит прививка будет опять отложена. Еще одна проблема – педиатр в отпуске, и на этот период другого специалиста вместо него не нашлось. Пациентам пришлось обращаться в платные клиники. Такое положение вызвало недовольство у местных жителей и стало поводом для встречи с главврачом, который два часа отвечал на вопросы возмущенных пациентов и в итоге пообещал выполнить все их требования. Мы с понедельника возвращаем доктора Буланова сюда. На каждый день будет вестись жесткий мониторинг посещения, экономической целесообразности пребывания каждый день здесь доктора. В конце недели будет собран мой медицинский совет, мы проанализируем ситуацию, вопрос решился. Руководитель также заверил, что в ближайшее время заработает и прививочный кабинет, а на время отпуска педиатра выйдет другой специалист и будет принимать два раза в неделю, а в остальные дни вести прием будет он сам. Главврач отметил, что встреча с жителями оказалась нужной и продуктивной, а решение поднятых на ней вопросов он будет контролировать лично. Влада Шишова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.